Какая сильная недельная свеча на биткоине вот здесь. Я не удивлен, что мы такую увидели, ведь чистый приток VTF стал позитивным, потому что продажи грейскейла больше не превышают покупки в других биткоин-ETF. Устойчивый приток денег начал наблюдаться где-то 7 февраля 2024 года, когда чистый приток составил 146 миллионов долларов, на фоне продаж грейскейлом на 80 миллионов долларов. 9 февраля 2024 года ситуация стала еще лучше. Чистый приток составил 541 миллион долларов, а продажи около 52. Кроме сильных данных по ETF, нас сопровождает достижение исторического пика индексом S&P 500. Это дает биткоину некий толчок. Как итог мы получаем эту сильную недельную свечу на биткоине вот здесь. И если эта свеча закроется примерно на этом же уровне, то как минимум еще одна недельная бычья свеча кажется очень вероятной. Продолжение будет на следующей неделе, и это будет момент истины для цены, чтобы решить, сможет ли она удержать этот прорыв выше уровня 0.618 по Fibonacci. Вот этого уровня. Или же этот прорыв окажется ложным, и мы увидим продолжение падения. Второй сценарий мы видели после запуска фьючерсного биткоин ETF. Посмотри, на самом запуске цена резко взлетела, а затем начала падать. Достигнув локального дна, цена снова отросла, и на этот раз выросла выше уровней, которые мы видели в день запуска фьючерсного ETF. И точно так же было и после запуска спотового биткоин ETF. В день запуска цена резко выросла, затем упала, и сейчас начала отрастать. И ей остается совсем немного, чтобы вырасти выше отметок, которые мы наблюдали в день запуска спотового биткоин ETF. И я не говорю, что все должно происходить точно так же. И я определенно не говорю, что у нас будет гарантированная 50% распродажа. Как тогда. Но ценовые действия между этими двумя запусками невероятно похожи. Мало того, что в обоих случаях наблюдалась учебная консолидация перед прорывом цены вверх непосредственно в день запуска ETF, все побежали покупать этот пик, чтобы увидеть дальнейшую продажу на новостях, которая идеально закончилась на ретесте этого уровня прорыва. Если мы посмотрим на поведение цены на фоне спотового биткоин ETF, то увидим такую же продажу на новостях, которая также идеально закончилась на ретесте этого уровня прорыва. После этого цена на фоне фьючерсного ETF пошла вверх и установила новый максимум. Настроения тогда стали эйфорическими, и все начали говорить о 100 тысячах долларах за биткоин. А затем, когда все короткие позиции были раздавлены, а лонговые, наоборот, открылись в неимоверных рекордных количествах, мы увидели откат снова до этого уровня прорыва. Однако на этот раз после серии касаний он не удержался, и мы увидели большую коррекцию цены. Нет никакой гарантии, что все будет происходить точно так же сейчас. Но, во-первых, несколько этапов того же движения мы уже повторили, а настроение на рынке следует аналогичному циклу. Все были суперпозитивными на запуске спотового ETF-а. Затем все были невероятно напуганы на вот этих минимумах, когда цена упала после запуска. Все ожидали, что мы пойдем намного ниже благодаря грейскейлу. 32 тысячи. Кто-то даже до сих пор верил в 15 тысяч и 10 тысяч долларов за биткоин. Естественно, все, что потребовалось, это три зеленые свечи подряд, чтобы все внезапно снова стали быками. И я верю, что если мы увидим прорыв выше 49 тысяч долларов, то есть выше уровня по Фибоначчи 0.618, то мы увидим, как на рынок вернется огромная волна эйфории и невероятных масштабов синдром упущенной выгоды. Я буду очень внимательно следить за тем, сможет ли биткоин удержать этот возможный прорыв, или он окажется ложным. Если биткоин превратит уровень 0.618 по Фибоначчи в поддержку, это будет очень бычий сигнал, который даже способен привести биткоин к предыдущим историческим пикам. Конечно же, многое будет зависеть от данных по притоку денег в биткоин ETF, а также от новостей о принятии спотовых ETF в Гонконге, о чем мы говорили во вчерашнем видео вот здесь. Если не видел, ссылку оставлю в описании. Там же и планируется запуск спотового эфириум ETF во втором квартале этого года. Посмотрим, как закроется следующая недельная свеча для биткоина. Но на данный момент мы видим активный приток средств – VTF. 26 января мы вышли на чистый приток, хоть и очень небольшой – 14 миллионов долларов всего лишь. Однако продажи Grayscale все еще были достаточно большими. Затем чистый приток сократился до 38, 80 и 33 миллионов в день, а продажи Grayscale оставались трехзначными. Но 7 февраля мы видим значительный рост притока денег, а уже 9 февраля этот приток денег составил 531 миллион долларов. На фоне продаж Grayscale, которые составляли всего лишь 52 миллиона долларов. А это самая маленькая продажа за весь период продаж. Многие люди, даже очень влиятельные, на этом фоне начинают давать прогнозы, что если мы будем видеть вливание по 500 миллионов долларов в день, то до конца этого года в биткоин перетечет 50 миллиардов долларов через потовые биткоин-этиэфы. Это очень дерзкие и опасные прогнозы, потому что мы можем увидеть замедление притока средств, например, до 30 миллионов в день, а не 500. В любом случае, деньги идут, и это уже чистый приток, а продажи Grayscale снижаются. И это хорошо, значит на биткоин есть спрос, а продавать биткоин хотят меньше. Итак, очевидно, что предстоящая неделя определенно должна быть интересной, особенно если мы увидим, что биткоин поднялся выше 49 тысяч и закрепился выше уровня 0.618 по Фибоначчи. А для продолжения роста очень важно, чтобы этот уровень стал поддержкой. И если он станет поддержкой, то исторически биткоин уже на протяжении 2-3 месяцев может достичь предыдущих исторических пиков цены. Но есть кое-что, что может этому помешать, что может превратить этот возможный прорыв этого уровня в ложный прорыв. Это S&P 500, который из последних 15 недель растет 14 недель подряд. С точки зрения сезонности и выборных циклов, конец февраля, как ты видишь вот здесь, а также сам март, являются худшими месяцами для S&P 500. Обычно у него в это время бывают вот такие коррекции. И если мы увидим, что S&P 500 наконец-то начнет свою назревшую коррекцию, это может помешать биткоину продолжать рост. И заставит его тоже перейти в коррекцию. Ведь несмотря на то, что биткоин пытался отвязаться от S&P 500, все-таки по большей части он все еще с ним коррелирует. Ну и конечно же, независимо от того, что произойдет в итоге, мой план для биткоина и альткоинов остается неизменным. Я накапливал его на медвежьем рынке, особенно тогда, когда он находился ниже 200-недельной средней скользящей, вот здесь. Для меня это лучший шанс за весь 4-летний цикл. Заметь, каждый раз, когда биткоин находился ниже этой красной линии 200-недельной скользящей, считается самым лучшим временем для того, чтобы купить биткоин. Однако сейчас я накопил приблизительно столько же стейблкоинов, сколько у меня лежит в биткоине. То есть мой капитал разделен 50 на 50, и это кажется сумасшествием, но не для меня. Я ведь одновременно и остаюсь в рынке, и готов выкупать большие объемы. Для меня эта ситуация выигрышная в любом случае. Если биткоин оседлает этот уровень 0.618 по Фибоначчи и улетит до старых исторических пиков, а потом не преодолеет их, я получу прибыль. Но если этот прорыв окажется ложным, и мы увидим поход вниз после него, я смогу покупать его снова, особенно если коррекция будет минимум на 25%, и с огромным удовольствием, если на 50%, я буду счастлив и так, и так. И в случае роста биткоина, и в случае его падения. Также я готов к риску, чтобы накопить еще больше альткоинов. Просто сравни цикл рыночной капитализации альткоинов сегодня, вот, и в прошлом цикле. Это же практически одно и то же. Нужно ли здесь что-либо еще добавлять? Обычно, как только биткоин прорывается выше уровня 0.618 по Фибоначчи, мы наблюдаем быстрое, стремительное движение к предыдущим историческим максимумам. Движение будет очень быстрым, биткоину после этого понадобится всего лишь 60-90 дней. И вот когда альткоины действительно начнут сходить с ума, и мы видели это в каждом цикле раньше. Именно поэтому я держу эту денежную позицию на готове, чтобы воспользоваться этими шансами. Я просто подготовился к такому сценарию. И, конечно же, мы сейчас находимся на самом важном уровне в этом цикле, на уровне 0.618 по Фибоначчи. Практически перед халвингом, который состоится приблизительно через 64 дня. Или же через 9846 блоков. И теперь я хочу озвучить название этого видео. Биткоин никогда не делал так раньше. О чем идет речь? Биткоин никогда не закрывался выше уровня 0.618 по Фибоначчи до халвинга. Посмотри, в этом цикле мы не дошли до этого уровня до халвинга. В этом цикле мы не дошли до этого уровня до халвинга. В этом цикле мы тоже не дошли до этого уровня до халвинга. Но сейчас мы имеем все шансы преодолеть этот уровень еще до халвинга. Такого еще никогда не было в истории биткоина. Если мы увидим несколько недельных свечей, которые закроются выше этого уровня, а еще лучше одна месячная свеча, которая закроется выше этого уровня, я буду нацелен на новый исторический пик для цены биткоина в ближайшие 2-3 месяца после этого. И, конечно, я буду готовить свой портфель альткоинов, потому что когда биткоин устанавливает свой исторический максимум, альткоины взлетают по-настоящему. Ты думал, они уже взлетели? Солана по 100 долларов? Это еще не рост. Посмотри на это сравнение. Здесь оранжевым обозначен график цены биткоина, синим обозначена рыночная капитализация всех альткоинов без эфириума и без биткоина. Обрати внимание, как биткоин, например, пробил исторический пик. Вот здесь, в декабре 2020-го, цена биткоина преодолела предыдущий исторический пик. Что случилось с альткоинами? Спустя 2-3 месяца после этого альткоины достигли своего старого исторического пика и пробили его. Вот синий график. При этом альткоины принесли гораздо, гораздо больше прибыли, чем биткоин. И причина, по которой в моем отдельном портфеле для рискованных инвестиций преобладают альткоины, заключается в том, что лично я, для себя, не вижу большую выгоду покупать биткоин выше 200-недельной, и тем более выше 50 тысяч долларов. Хотя до этого я 5 лет только и делал, что покупал биткоин ежемесячно, не обращая внимания на курс. Я думаю, я накопил достаточно много биткоинов, чтобы сейчас выделить деньги на операции с альткоинами. Да, биткоин за 10 лет может достичь миллиона долларов, но скорее всего не в этом цикле. И в этом видео я объяснял почему, если не видел, ссылка тоже будет в описании. Для долгосрочного 10-летнего инвестирования усредняться на биткоине – это хорошая мысль. Однако, если мы говорим о свинг-трейдинге, мне неинтересно покупать биткоин по этим ценам, и тем более выше 50 тысяч долларов, потому что, чтобы удвоить мои деньги на биткоине, ему нужно подняться выше 100 тысяч долларов, если я куплю его за 50. И поэтому мне гораздо приятнее покупать альткоины, а утром, просыпаясь, видеть сразу 6 удвоений. Кроме этого, на данный момент я вижу гораздо больше потенциала роста именно в альткоинах. Вот почему у меня есть эти деньги – практически 50% моего депозита готовые к покупкам. Также я по-прежнему считаю, что эфириум выглядит очень хорошо. Прежде просто сравни эти две ситуации – на эфириуме и на биткоине. Видишь схожести? Фактически биткоин уже совершил вот это движение – от 0.382 по фибоначчи до 0.618 по фибоначчи. При этом эфириум пока что отстает и находится на уровне 0.382 по фибоначчи приблизительно вот здесь. Если эфир повторит движение биткоина, то его цена закрепится выше 0.382 по фибоначчи, а затем долетит до уровня 0.618 по фибоначчи, а это 3360 долларов за монету. И если следующая недельная свеча закроется выше уровня 0.382 по фибоначчи, для эфириума все будет выглядеть оптимистично. Поэтому сейчас конкретно для эфириума тоже важный момент. Кроме этого, я настроен очень оптимистично по отношению к спотовому эфириум ETF-у. Независимо от того, будет он одобрен или нет, я думаю, что спекуляции на эту тему приведут эфириум к росту. Что касается Соланы, здесь немного сложнее. Можно сказать, что на ней формируется гигантская чаша и ручка, которая тянется буквально с марта 2022. И сейчас мы видим просто повторное накопление, как по учебнику, перед продолжением роста цены. Однако после вот такого сильного движения вверх, как по мне, консолидация немножко коротковата. Поэтому я бы ожидал продолжение движения немножечко вниз, перед тем, как продолжить рост. Также я смотрю на такие альткоины, как BENT, ENS, SHIBA, INU, EXI, INFINITY, LQT. ENS. Во-первых, бычий флаг на ENSUSDT. Цена находится вблизи верхней границы канала консолидации, что в целом является бычьим знаком. И это будет просто самолет, если будет подтвержденный брейкаут выше верхней границы. Мои цели по этой монете 76 долларов, 120 и 300. LQT. Здесь мы видим три позитивных момента. Это закрепление цены выше уровня 0.786 по Fibonacci, закрепление выше ключевого уровня в 1.3 доллара, а также прорыв из бычьего вымпела. Тоже похоже на самолет. BENT до сих пор находится в коридоре накопления. Именно поэтому он мне интересен. Я люблю монеты, которые еще не прорывались, так как сделала Солана. А BENT находится в таком накоплении, которое тянется весь медвежий рынок. То есть он похож на Солану, только образца около трех или четырех месяцев назад. Shiba Inu и EXI INFINITY для меня выглядят покупкой, потому что находятся в большой просадке. Более 90%. Для рискованного портфеля самое то. Я же не буду покупать на хаях, правильно? И конечно, многое из того, что сделают эфир или другие альткоины в ближайшее время, зависит от того, закончит ли биткоин истинным прорывом или ложным прорывом в этот момент. И конечно же, многое будет зависеть от S&P 500 и притока денег в спотовые ETF-ы на следующей неделе. Вот почему я думаю, что следующая неделя должна быть невероятно интересной, учитывая то, что она будет наполнена и другими событиями. Во вторник данные по инфляции CPI в США. Также эта неделя будет сопровождаться заявлениями чиновников РС США, которые, возможно, скажут что-то про процентные ставки. Кроме этого, 20% компаний из S&P 500 отчитаются о доходах или убытках. В четверг мы увидим данные про розничные продажи в США, а в пятницу данные про инфляцию PPI в США. Очень насыщенная неделя для рынков. Что касается процентной ставки, многие ожидают, что ее начнут снижать уже в марте. Однако есть большая вероятность, что это снижение перенесут на май. Конечно, моя общая макростратегия заключается в том, чтобы усредняться по доллару в 2024 году по хорошим ценам. Но по мере приближения к снижению ставок я буду становиться все более осторожным. Потому что мы знаем, что ФРС США начинает снижать ставки только тогда, когда в экономике произойдет что-то плохое. А это может быть плохо для рискованных активов. И именно это мы видели на биткоине в предыдущем цикле. И поэтому мой общий план на 2024 год таков. Это накопление по хорошим ценам. Я до сих пор думаю, что настоящая вечеринка, когда мы будем побеждать, получать колоссальные прибыли и так далее, произойдет в 2025 году. Когда мы увидим, что многие из этих ожидаемых снижений ставок действительно произошли. Мы увидим новую печать денег, новое стимулирование экономики в больших объемах, около нулевые ставки и так далее. Когда все это произойдет, вот тогда и будет эйфория, пик рынка, новые исторические пики. Все, что хочешь. На этом все. Меня зовут Богатий Щиди. Увидимся с тобой в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok